Нам необходимо прочитать то, что здесь изображено внутри закрашенного прямоугольника. И прежде чем прочитать это слово, необходимо вначале прописать его каркас на строчке, проставить точки слева направо, а потом уже, когда мы проставляем огласовки, читаем как положено. У многих возникает вопрос, куда падает ударение в арабском слове. И здесь вам необходимо запомнить следующее правило. Если внутри слова нет удвоения, если нет долгих гласных, то обычно ударение падает на третий слог с конца слова. Например, первый слог, в данном случае с конца, это ТЭ. БУ второй слог. Третий слог с конца, получается здесь слог ФЭ. ТЭ. Значит, на него и давим. СЭБУТЭ. Не САБУТА, а именно СЭБУТЭ. СЭБУТЭ. Ударение на третий слог с конца, если нет удвоений, если нет долгих гласных внутри слова. Следующее слово, которое нам необходимо прописать и прочитать, это слово. Вначале, как обычно, рисуем каркас. Проставляем слева направо точки. Потом уже, когда мы ставим вот эти огласовки, большинство из них мы уже знаем. Здесь в данном случае запятая. Над СЭ стоит нолик, то есть СУКУН, который указывает на обеззвучность. ЮСЭ. Под Б стоит КАСРА. Над ТЭ стоит ДАММА. И получается, здесь мы читаем ЮСБИТУ. Первый слог ТУ, второй слог БИ, второй слог с конца. ЮС – это третий слог с конца. Вот на него и падает ударение. В следующем слове мы видим новый элемент, новый знак. Вот он-то как раз и указывает на удвоение. Он указывает на то, что здесь под ней находятся две буквы Б. И как вы помните, я сделал такую оговорку, ударение на третий слог с конца. Если только нет вот этого знака. Птички вверх тормашками. Или как ее называют обычно. Либо ТАЖДИТ, либо ШАДДА. Здесь в данном случае находится Б, поэтому здесь мы читаем это слово как СЭБИТ. Как будто там две буквы Б. Даже не как будто, там на самом деле две буквы Б внутри. Если мы разберем это слово, оно будет выглядеть следующим образом. Вот таким образом. То есть получается, здесь ФАТХА. Над первой Б стоит НОЛИК. Под второй стоит КАСРА. Над последней буквой стоит СУКУН. И получается Б с СУКУНом, Б с КАСРА. Для того, чтобы их не прописывать, два раза, одну и ту же работу не выполнять, вот эту Б, просто вот эту гармошку как бы сложили, и получилось слово СЭБИТ. То, что внутри две Б, указывает вот этот знак ШАДДА. И здесь вот необходимо нам сделать ударение. И переходим к следующему слову. Получается СЭБИТУН. Здесь мы видим новый знак. Этот знак указывает на то, что здесь окончание необходимо прочитать как УН. Две запятые, идущие друг за дружкой, называются ТАНВИН ДАММА, и читаются как УН. Например, СЭБИТУН. Про удлинение не забываем. СЭБИТУН. Эти две запятые могут писаться как вот этот ИНИЯН, знак ИНИЯН. Они также могут писаться вот таким образом. Например, две запятые идут друг за другом. И все равно, несмотря на разное написание, они будут считаться УН. Здесь уже мы видим две черточки под буквой. Две черточки под буквой, две черточки внизу. Эта буква читается уже как ТИН. ИН. Две черточки над буквой, их уже надо произносить как Н. А так получается, две запятые это УН, две черточки диагональные внизу ИН, две черты над буквой, это указывает на Н. Естественно, эти ТАНВИНы, они могут прийти только в конце слова. Только последняя буква может быть огласована вот этим знаком. И читаются они УН, ИН, ИН. Коротко, без никакого удлинения. На этом уроке разберем две буквы, которые имеют абсолютно одинаковый начертательный каркас, схожий с буквами Б, Т и С, в начале и в середине, и немного отличаются от них в раздельном и в конечном написании. Итак, первая буква это буква Я, вот такая вот замысловатая. Буква Я. Это ее раздельное написание, и ее от других букв из схожего ряда, букв Б, Т и С, отличает то, что под ней стоит две точки. Итак, давайте рассмотрим написание этой буквы в начале и в середине. В начале мы видим то, что каркас прописан абсолютно точно такой же, как и букв Б, Т и С. То есть только вот здесь, вот внизу, точки внизу. В середине у нее абсолютно то же самое написание. Две точки внизу. И частенько возникает вопрос, как же эту букву читать? Как произносится ее звук? И давайте разберем. Если над ней стоит черточка диагональная ФАТХА, то мы ее читаем как Я. Если над ней стоит запятая, мы ее читаем как Ю. Если над ней стоит СУ-КУН, то есть знак беззвучности, кругляшок, нолик, мы ее читаем просто как ИИ. Но мы на примерах это более подробно разберем. Соответственно, единственное отличие от букв Б, Т, С, это ее конечное написание. Вот такое размашистое, такое экстравагантное, так сказал бы даже, написание. Вот смотрите, она пишется под строкой и напоминает ковшик. Ну, кому что напоминает, это уж пускай сам решает. И ее уже, естественно, как бы характеризуют вот эти две точки внизу. Итак, давайте попробуем разобрать чтение и написание этой буквы на практических примерах. Смотрим внутрь закрашенного прямоугольника. И что мы видим? Мы видим Я и букву Даль. Кстати говоря, вот иногда здесь встречаются буквы, которые мы еще хорошо не разобрали. Ну, на них просто пока не обращайте внимания. Акцентрируйте внимание свое на том, что хорошо вам знакомо. Я и Даль. Я вначале пишется как Б и Т. И в соединенном написании, в слитном написании, это слово выглядит как ЯДЫ. ЯДЫ. Получается, прописываем вначале, как обычно, каркас. Пишем, значит, справа налево. Потом проставляем точки. А потом уже читаем этот огласованный текст, если это слово огласованное. Мы видим, что над Я стоит вот эта фатха. Мы читаем ее как Я. Над Даль стоит ДАМ. Мы читаем ее как ДУ. ЯДУ. В следующей странице мы видим следующую картину. Давайте вначале попробуем прописать без лишних слов. Этот каркас, знакомые зубчики, мы их, думаю, хорошо проработали в разогревающих упражнениях. Слева направо проставляем точки, проставляем огласовки и читаем как ябиту. Мы видим то, что здесь над я стоит сукун, а перед ней, перед этой буквой я, пришла соответствующая ей огласовка и. Значит мы читаем ее здесь как долгую гласную ябиту. Здесь уже вводится новый элемент, что буква я вот так вот пишется. Петля ее так размашиста и пишется она, видите, в большинстве своем под строкой. И обязательно ставим, конечно, точки внизу. Две точки внизу, две точки наверху, две точки под буквой я и одна точка под буквой б. И читаем это слово как бейти. В отличие от вот этой я, перед которой пришла соответствующая ей огласовка Касра, здесь перед буквой я с сукуном пришла б. Эта огласовка не соответствует ей. Поэтому мы здесь читаем это слово как бейти. 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 Так, ладно, букву я мы разобрали, но на практических примерах мы это еще все закрепим. Следующая буква, которая имеет одинаковый каркас написания в начале и в середине и схож в этом с буквами б, т и т и я, это буква нун, которая обозначает звук н. Отличается она от букв б, т, т, и я тем, что над ней стоит точка наверху. Однако конечное и раздельное написание этой буквы нун, оно несколько своеобразно и выглядит как выемка под строкой. Мы уходим вниз, глубокая выемка и ставим точку наверху. Такая незавершенная округлость, обязательно под строкой. И давайте на практике все это с вами проработаем. То есть вначале прописываем просто нун, отдельное ее написание, вначале каркас, вначале каркас, потом точка, вначале каркас, потом точка. Потом прорабатываем ее начальное написание, ее серединное написание и потом, получается, пишем ее конечное написание. И ставим точку над ней. Так, переворачиваем страницу и уже прорабатываем эту букву в конкретных примерах. Смотрим и видим следующее. То, что буква Nun, гласованная фатхой, значит Nebet, Nebet. Слово Bunyan.